Здравствуйте, уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата. Давайте сегодня подведем итоги нашего конкурса от 16 июня. Напомню вам вопрос, который был задан император Павел I запретил изображать себя на монетах. С чем это связано, историки спорят до сих пор. Но наиболее распространенная и простая версия делать все вопреки матушке императрице, по сути ранее незаконно отстранившей Павла от престола. И Павел вынужден был долгие годы правления Екатерины II ожидать возможности на престол вернуться, что в результате и произошло, хоть и на небольшой срок. Если Екатерина II, наоборот, как и предыдущие государьи, поощряло изображение себя на монетах разного номинала, и золотых, и серебряных, то Павел I был категорически против этого. И вот такая вновь возникшая традиция продержалась в Российской империи почти 90 лет, пока, наконец, Александр III вновь не начал поощрять изображение себя на российских монетах. Впервые он был изображен на коронационном рубле 1883 года, а с 1896 года на банковских монетах, старших номиналов империал 10 рублей, полуимпериал 5 рублей, рубль 50 копеек и 25 копеек в серебре уже присутствует изображение императора. А какой император так никогда и не изображался на монетах в период своего правления? Давайте вместе ответим. Александр III начал изображать себя на российских монетах, и, следовательно, традицию беспортретных монет закончил. Павел I распорядился себя на монетах не изображать, но до того существовал и был выпущен пробный рубль с изображением Павла, не вошедший в серию, но, тем не менее, монеты все же с изображением императора существуют. Наконец, была выпущена коронационная медаль, которую часто называют коронационной рублевой медалью, наименьший диаметр, 39 миллиметров, фактически переравнился к рублевой монете и мог по рублевому номиналу быть использован в обращении. Такие случаи были действительно реально зафиксированы. Таким образом, несмотря на существующий зарпрет, дважды император Павел все же на монетах в период своего правления изображался. Его старший сын, Александр I, официально на монетах Российской империи вроде бы не изображался, но целый ряд монет, выпущенных для царства польского, императором которого он также являлся, содержит портрет. Но здесь, вероятно, последовалась цель именно подтверждения российского правления и российского императора как правителя Польши. Поэтому на таких монетах портрет Александра I присутствует. Николай I вроде бы традицию соблюдал, однако существуют пробные монеты с его портретом и существует, наконец, знаменитый семейный рубль, или точнее полуторурублевая монета, где изображено семейство императора и его собственный портрет. Остается у нас Александр Николаевич II. Он изображен на российских монетах. Изображен на монете, посвященной памятнику в честь его в Кремлевском дворике. Но это рубль от 1898 года, выпущен через много лет после гибели императора Александра II. Изображен также царевич еще и на так называемом свадебном памятном рубле, но выпущенном до его вступления на престол. А вот в период правления Александр II ни на каких монетах российской империи не изображался. Поэтому правильный ответ Александр II. Опять я вынужден сказать, что целый ряд участников прислали свои ответы непосредственно в обсуждении к ролику. Это, конечно же, ошибка. И я вас прошу не делать этого так, как тем самым фактически с первым же присланным ответом непосредственно в обсуждении фактически конкурс можно считать завершенным. Тем не менее, итоги в этот раз мы подведем, так как довольно много вопросов, ответы на вопрос пришло и по электронной почте. Причем ответы приходили вплоть до 24 июня, но первым приславшим ответ является участник, которого зовут Алексей Белов. Он прислал свой ответ 16 июня в 20 часов 0,08 минут. Поздравляю победителя, его законный приз. Новодел монеты 37 рублей 50 копеек в оригинальной запечатке уйдет в адрес победителя. Смотрите наш канал, участвуйте в следующих конкурсах. Я думаю, что призы вас не разочаруют, а вот вопросы будут все сложнее. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова